здравствуйте меня зовут владимир борисович это социальный проект но нарко сегодня у нас герой валерий это человек который приехал по на социальное место и мы готовы показать что можно выйти из проблемы из этой стать человеком трудоустроиться и какая бы ни была сложная зависимость ее любую можно победить главное желание вот валерий приехал откуда напомни челябинска приехал санкт-петербург чтобы пройти программу и показать и доказать всем что это возможно но мы сделаем для этого максимум усилия хочешь поделиться своей историей есть опыт употребления или стался зависимым напиши нам закрепленном комментарии и стань героем нашего канала давай валер по порядку расскажи какое было твое детство детство ну получается у меня был папа мама в три года они развелись когда мне было три года потому что отец бухал вот после этого у меня появился другой отец я его называю отцом потому что он меня воспитывал всю жизнь жили мы получается уже с новым отцом и в общем детство было не очень потому что он ко мне плохо относился дома была гнетущая атмосфера постоянно какие-то издевки придирки дома невозможно было находиться всем всем было страшно дома находиться с ним и в 12 лет я ушел жить бабушки после этого жил у бабушки где-то уже до того момента пока не закончил колледж вот ты рос да в каком возрасте у тебя начали такие вот изменения что возможно ты там первая сигарета первый план там алкоголь первый раз попробовал курить я в первом классе собственно говоря как пошел в школу впервые попробовал алкоголь еще в детстве как у многих это бывало давали пиво попробовать там а чтобы самому выпить это я попробовал где-то в 12-13 лет вот и мне сразу понравилось мы начали я как раз таки избегала из дома от собственно говоря этого состояния забитого к ощущению свободы которая мне давала улица мои друзья с которыми вместе стали периодически выпивать с ними же впервые попробовал покурить траву ну а дальше собственно говоря уже все становилось больше тяжелее да да я очень быстро начал набирать компания способствовала вся компания занималась абсолютно тем же самым но я почему-то больше всех старался это делать и усерднее какое-то образование образование средне техническое я закончил колледж 5 лет учился дальше учиться не пошел потому что тогда уже не до этого было торчал пытался бросить и собственно говоря замкнутый круг острая проблема на каком возрасте появилась острая проблема появилась в 16-17 лет когда в городе появились синтетические наркотики первый раз попробовал я подсел тогда на перманентное употребление это 5 лет я перманентно него употреблял пока не заболел тяжелой болезней болезни я забыленная гипотитом c и меня вот как раз от перманентного употребления тогда остановила то что я начал проходить лечение химиотерапию вот это остановило но на время пока лечился остановил а полгода было лечение Где-то на пятом месяце я сорвался на алкоголь и начал очень крепко пить. Лечил гепатит, да? Да, гепатит С. Это какая, интерферонная была терапия? Да, интерферонная. Альтавир плюс рибавирин. Ну и как состояние эмоциональное дела? Один из самых тяжелых периодов в моей жизни. Ужасным было мысли о суицке. Приходилось еще в тот момент много работать на стройке, чтобы оплачивать лечение. Ну и состояние было ужасное. Хотелось бы умереть, жить не хотелось. Депрессивное. Гепатит поборол? Поборол. Пришлось в жизни еще его после этого второй раз побороть. Дважды болел. Уже пару лет назад проходил второй раз лечение уже дженериками. Там попроще было? Там попроще, да, сильно было. Но многие сейчас просто лечат гепатит вот дженериками, нежели вот этой интерферонной терапией. Ну ладно, это у нас как побочное уже получается заболевание от наркотика. В целом потом у тебя вот как начала жизнь складываться, когда ты попал в наркотик? Какая реакция родителей была на это все? Родители сначала видели, как я пытаюсь что-то с этим сделать. Испугались, конечно, но не понимали абсолютно, что делать. Не владели никакой информацией. Им просто было страшно. Они переживали за меня, пытались всеми силами помочь. Надеясь на то, что я сам смогу это сделать, потому что с детства был довольно самостоятельным ребенком. Вот. И как-то вся до этого проблема решал сам. Эту проблему пытался также решить, но не получалось. Но руки никогда не опускали. Спасибо. То есть у тебя получается активное употребление от 16 и до какого времени? Активное, что вы имеете в виду? Перманентное, ежедневное или на... Ну все, вот у тебя был планчик, да? Или что? Ну сначала, да, это была травка, алкоголь. Потом 5 лет тяжелых синтетических наркотиков. Дальше я перешел на амфетамины, эйфоретики. Но нарко ведет набор на социальной основе. Реабилитационный центр. Оказался в трудной ситуации? Не знаешь, как жить дальше? Позвони. Предложение ограничено. Амфетамин это уже какой возраст? Амфетамин где-то 22 года. Вот. Как раз с того времени начал употреблять уже... А сегодня тебе уже сколько лет? 29. Вот 28 октября будет 30. То есть получается ты 13 лет уже вот варишься в этой проблеме? Да, да. Как поменялась жизнь, когда ты уже начал употреблять амфетамин? Я стал крутиться как белка в колесе. Дома я не появлялся. Я был либо на работе, зарабатывал деньги, либо на улице или в гостях, где тратил деньги. Ну, на вот эти развлечения, если можно так выразиться. На наркотики, на алкоголь, гулянки. А там же вот, по сути, когда начинается, есть компания, да, с кем ты начинаешь употреблять. Вот что сейчас с этими людьми? Вся эта компания практически, это мои одноклассники. То есть они сейчас все употребляют. Вот. Но я раньше у них и сильнее начал употреблять. То есть у них употребление еще розовое, они еще работают, у них есть семьи. Но уже у всех видно, что проблемы и видно, что уже куда все это катить. Кто-то маргинальными видами заработка начал заниматься. Ну, это что, например? Ну, обналом. А. Например. Ну, у кого-то видно, что начинается уже и запой, и они обещают себе, дают обещание не употреблять. Но, тем не менее, это делают, забывают о своих обещаниях. Вот. Ругань в семье начинается. Потерянные деньги в больших количествах. А как вот, когда ты начал уже активная фаза зависимости, ну, доставал деньги, что это были за способы? Способы были абсолютно разные. Я всегда старался работать, не работал я только во время срывов. Все деньги с работы уходили туда. Постоянно закладывал все, все, что у меня было в ломбард. Воровал дома. Все, все, все. Деньги, технику, золото. Пытался на улице кого-то развести, украсть. Ну, как это вот развести на улицу? Вот сейчас проходный пойдет. Ну, нет, таких же наркоманов кинуть. Да. Квартиру мы как-то ограбили с ребятами. Ты, кстати, поднял наказание за это? Да, у меня условный срок был. У меня еще до этого был условный срок за хранение наркотиков в особо крупном размере. То есть у тебя есть две судимости? Две судимости, да. А как тебя поймали с наркотиками? Поймали, мы шли, забрали закладку. Ну, и сами в состоянии эйфории кричали на улице. Нас просто увидела полиция и застала врасплох из-за угла. А что кричали? Да ничего, мы просто шли довольны, никого не боялись. Орали, ну, видимо, о наркотиках, что-то, что-то. Сколько дали тебе? Тогда мне дали три года условно. На самом деле повезло, у меня тогда не было каких-то приводов, я работал, предоставил характеристики. Вот, повезло, что не закрыли. А вторая судимость? А вторая судимость, где-то через пару лет мы вынесли все из квартиры чужой и тоже заложили в ломбард. Вот, но удалось пойти на примирение в суде с хозяином квартиры. Вот, то есть, и дали еще год условно. Параллельно шли условные сроки. Скажи, пожалуйста, какой вот самый безрассудный поступок ты совершил в наркотике? Может быть, он был не один. Безрассудный? Да. Ну, самый, наверное, безрассудный поступок, это когда после того, что я перенес в лечение в первом с гепатитом, через несколько лет я укололся, зная, что шприц заражен. Просто не было возможности открытых аптек рядом, была доза. То есть, это настолько сильная тяга, что у тебя впадает разум, да, какой-то? Да, да. Не думал ни о чем, кроме того, как. А чем заражен? Гепатитом, опять же. А если был бы, что? Ну, сложно сказать, что был он в тот момент. Думаю, что остановило бы. Это меня останавливало, по крайней мере, в другий момент. После амфетамина, возвращаясь опять к наркотикам, после амфетамина у тебя какие наркотики уже появились? Эйфоритики, мефедрон, соль. Это нюхал ты или ты уже имеешь в виду? Да, я первый, когда он произошел? Первый укол вообще произошел в 18 лет, но после этого, в следующий раз я укололся где-то в 21-22. И с того момента я по-другому не употреблял. То есть укололся? Да. Какая разница между наркотиками? Как ты можешь описать эффект от этих эйфоритиков, от этих новых наркотиков? Эйфоритиков? Ну, в первую очередь, это ощущение какого-то нереального спокойствия, которое в жизни невозможно испытать. При этом эйфории, возбуждение. Ну, кайфом. Ну, то есть это... Почему вот сейчас люди так попадают? Вот разовое употребление, и ты, в принципе, все, ты сразу уже в ловушке. Ну, потому что ты себя чувствуешь настолько хорошо, насколько себя никогда не чувствовал. И тебе не кажется, что ты зависим от этого. Ты считаешь, что ты можешь это контролировать. Есть какое-то сожаление вообще о том, что ты когда-либо попробовал этот наркотик, вот если отмотать пленку назад? Конечно. Сожаление, это мягко сказано. Я, собственно говоря, всю жизнь страдаю из-за этого. Моя семья страдает всю жизнь из-за этого. Это трагедия для меня, для моей семьи. В какой момент произошло осознание того, что тебе нужно выходить из этой ситуации, ты больше не хочешь испытывать этих легких условно ощущений, и понимаешь, что твоя жизнь, она не подвластна тебе, и что-то идет не по сценарию. То есть все равно такое ощущение, что у любого наркомана оно присутствует. Да, очень хорошо помню этот момент, то есть когда как раз-таки вот было 5 лет перманентного употребления, потом я первый раз попробовал амфетамин. Я тогда его попробовал с теми мыслями, что это другой наркотик, и я смогу контролировать ситуацию. И я сразу понял, что я ее не могу контролировать. И с того момента я начал пытаться бросить, и употребление стало носить характер срывов. Бросил, то есть я абсолютно переставал употреблять наркотики, алкоголь, я даже сигареты бросал. У меня идея фикс была, трезвой жизнью, мне нравилось трезвой жизнью жить на тот момент, когда я лечился. То есть я уже понял, что в трезвости я жить могу. То есть мне нравилось это. Но все равно пришел к наркотикам, и в долгосрочной перспективе их бросить уже сам не смог. То есть я срывался, но не понимал, почему у меня так происходит. А лечение-то что было? Это сила воли? Да, просто на силе воли сам пробовал бросить. Не обращался к каким-то специалистам, потому что у меня было много знакомых, друзей, кто пробовал различные центры, и ни одного опыта выздоровления на тот момент, к сожалению. Это вот уже сейчас я вижу много людей, которые выздоровели, и у меня есть надежда. А тогда вот так было. Смотри, Валера, у тебя сейчас уже практически как месяц ты в реабилитации. Ты наверняка уже понял, как формируется зависимое поведение. Мог бы ты описать твое видение? Да, когда впервые пробуешь наркотики, возникает психическая зависимость, и перестаешь контролировать свои действия, подстраиваешь свою жизнь под употребление. Вот как эти утки, которым я кидаю хлеб. Так и я бежал за наркотиком. Ну вот они, в принципе, наркоманы. Вот они плывут. Так же и Валерий когда-то шел за наркотиком. Расскажи свои первые шаги, вот как ты начал искать помощь извне. Что это было, и в каком возрасте в твоем первое? Ну, произошло это так, что в какой-то момент я просто перестал вообще, как сказать, видеть какой-то выход. Я понял, что самостоятельные попытки уже совсем перестали помогать. То есть периоды трезвости становились все меньше, периоды марафонов употребления были все дольше. Я начал искать хотя бы какую-то информацию в интернете, в надежде на то, что все-таки есть места, где могут помочь. И наткнулся на метод лечения не норма. Это метод, по которому нужно было сидеть на домашней изоляции дома. Три месяца читать научную литературу, выполнять определенные задания. Ну, собственно говоря, вот так пришел к первой попытке лечения. Тебе она помогла, эта домашняя изоляция? Первая попытка лечения закончилась неудачно. Я сорвался где-то через неделю после того, как вышел. Я поехал жить в Сочи, решил начать новую жизнь. Встретил там лучшего друга детства и в этот же день заторчал. Потом через какое время пришло сознание, что ты опять как бы находишься в проблеме и нужно какой-то искать? На третий день марафона в Сочи это сознание пришло. Также оно пришло из-за того, что этот друг, он занимался продажей наркотиков в крупных размерах. И предложил мне заниматься тем же. Собственно говоря, из-за того, что мои мозги уже на тот момент немного встали на место, я принял решение уехать из Сочи уже через неделю. И сел самостоятельно на вторую изоляцию, такую же на три месяца. Прошел ее, да? Да, прошел и старался исправить некоторые ошибки в лечении. Но ввиду того, что лечился дома и контроля надо мной особого не было, только в онлайне, сам себя обманул в некоторых моментах и губительные для себя ошибки оставил, которые привели опять к срыву. Потом у тебя какой этап получается после этого был? После этого чуть больше года было трезвости. Я работал за городом. Нормально жил, собственно говоря, мне нравилось. Ну, неудовлетворенность была некая, и тяга часто была. Но я с ней справлялся. Ребята вокруг пили, употребляли. Кстати, одна из тех ошибок была. Я устроился на место работы, на которое мне говорили, что нельзя устраиваться. А я все равно устроился барменом. Вот. Ну и, собственно говоря, от работы сорвался, да. После этого какие у тебя были? То, что ты сейчас приехал, я так понимаю, это не первая программа твоего лечения? Да, это вторая программа лечения. А первая? Что это было? Это была та же программа, не норма. Только после двух изоляций и после того срыва я поехал в их реабилитационный центр в Москве. То есть я пришел также на форум за помощью. И мне только открылся центр у них новый в Москве. И они предложили мне вот такую, такого рода помощь. Поехал лечиться туда. Сколько ты там пробыл и был ли результат от лечения? Я пробыл там четыре с половиной месяца. Результат от лечения, безусловно, был. Вот. Но, тем не менее, я опять же сам себя обманул. Может, где-то за мной не доследили. Может, я виноват. Сложно сказать. Вот. Ну, в любом случае, в первую очередь, я считаю себя виноватым. Что я оставил себе часть зависимости. То есть я решил, что алкоголь я могу употреблять. Что я не алкоголик, а наркотики как бы не мое. Ну, и на алкоголе и сорвался уже через два месяца после лечения. После алкоголя последовало? После алкоголя я поехал на коррекцию лечения в Москву. Тогда для меня это было таким ударом. Я так хотел выйти с центра. Вот. Свободы. И приехав туда во второй раз, я уже абсолютно не хотел лечиться. Ничего. Я просто хотел на свободу. А свои деструктивные мысли о том, что мне можно иногда выпивать, я стоял при себе и с ними уехал после коррекции домой. Сколько времени ты употреблял, прежде чем найти нас и попроситься к нам на наш проект? После того центра я поехал в Челябинск. Где-то через два месяца я начал периодически употреблять алкоголь. Через пять месяцев я сорвался на наркотики из-за алкоголя в пьяном состоянии. Полтора месяца я без остановки употреблял, пил. Это был самый тяжелый срыв в моей жизни. И впервые я не мог сам остановить. И тогда, поговорив со своими новыми друзьями, собственно говоря, вышел на вас. Вот, у тебя сейчас получается месяц реабилитации, впереди еще путь длинный. Мы, конечно, будем снимать, показывать, как у тебя изменения идут. Если забегая вперед, ты все-таки это ощущение уже испытал на себе. Как ты видишь себя после реабилитации? После реабилитации я вижу себя в первую очередь трезвым человеком. Трезвым человеком, который стремится к спокойной, нормальной жизни. Работающий, пытающийся самореализоваться с нормальными человеческими ценностями. Со сформировавшимся планом действий. То есть... Ну, чуть-чуть до конца, наверное, непонятно, как это еще будет. Но в любом случае, это нормальная ситуация для ребят, кто сталкивался с зависимостью. И задача реабилитации – это подсказать уже, какой дальше выход, как реализовывать свою жизнь. И ради чего стоит вообще отказываться от наркотиков. Потому что, если этого не будет, ну, грош, цена будет всей, по сути, реабилитации. Валер, какие бы ты хотел дать советы тем, кто находится в подобной сейчас ситуации, исходя из своего вот опыта? Ну, в первую очередь, я бы, наверное, хотел дать совет обратиться за помощью к специалистам. Потому что в случае с моей жизнью, это промедление сыграло злую шутку. И я потерял много лет жизни, много возможностей. Много знакомых погибло. У меня хотя бы есть шанс, а у них уже нет. Поэтому в первую очередь обратиться к специалистам, принять свою болезнь, свою проблему. Смириться с тем, что нужно лечиться. Ну, терпение в этом, сил. Что ты сделаешь первым делом, вот самым первым, после выхода с реабилитацией? Хороший вопрос. Я думаю, устроюсь на работу, потому что нужно на что-то жить, зарабатывать. Валера, а что ты ждешь от реабилитации? От реабилитации я жду инструментов, которые мне помогут бороться с моей зависимостью. Нового опыта, новых знаний, которые я научусь применять уже в своей будущей трезвой жизни. И хочу сказать всем, не сдавайтесь, держитесь, боритесь. Я верю, что побороть зависимость возможно. Спасибо.